Кстати, вообще знаешь, я бы мог помочь тебе пробраться в город и всё такое, ну там, найти грабителей, я же так понимаю, тебе интересно эта тема, да? Конечно! Чёрт возьми, у меня смысл жизни появился! Узнать, кто я такой! Знаете, у меня складывается ощущение, что в этом сезоне я либо стану жестоким рабовладельцем, либо добрым самаритянином. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней! Поехали! Ииии, снова всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней! Сезон, в котором мы повстречали, кхм, раба. Да, знакомьтесь, Абди. Именно так зовут персонажа прямо перед нами. Живой, худой, рукастый, чёрный, пугливый и... Да, пока что это буквально единственная его характеристика. Сейчас мы знаем то, что этого... раба, точно так же, как и нас, пожалел некий Бурис и переправил сюда, якобы для новой хорошей жизни. Но, знаете, ни мотивация Буриса, ни полноценная история Абди нам до сих пор неизвестна. Мы даже толком не познакомились с египтянами. Ничего не узнали про их главный город Нарфанис. Даже не заикаюсь про некого фараона и его огромную статую. Понимаете, мы сейчас как маленькие дети, которых хормят по одной конфетке. А конфетка это маленький кусочек истории. А тарелку со всеми конфетами убрали в ящик и сказали... Ай-яй-яй, тебе еще нельзя так много. И давайте так, пока сюжет не продолжился, у меня все равно есть хорошие новости. Внимание! Я накопил целых три железных скоробея. И даже два золотых. А, ну и да, в конце предыдущей серии у меня появился лозотеповый, самый-самый крутой. Я это обязательно сейчас потрачу и... Так, Абди, как обычно, собирает траву мало... Это что сейчас? Это ты... Стоп! Это же пашня! Ха-ха! Охренеть, Абди! Молодец! Так, а ну-ка, погоди-ка, погоди, что делаешь дальше? Я, конечно, хочу прокачаться, но сначала посмотрим. Он воды хочет взять, да? Э, откуда у тебя ведро? У меня нет ведра! Откуда? Вау, как он это несет! Боже! Слушайте, а анимация в этом сезоне еще круче, чем в предыдущем. Мне, мне прям доставляет удовольствие за этим наблюдать. Ну-ка. Так, вот, а. Так. Ой, хорошо. Хорош! Все? Грядка готова или что-то еще? Ага, продолжает щипать. Щипать. И пашня постепенно увлажняется. Ладно, Абди, ты молодец, поговорим? Не поговорим. Ну, тогда занимайся своими делами, а я пойду прокачиваться. Итак, статуя фараона, дай мне, пожалуйста, что-то крутое. Первым делом прокачаем, наверное, железных скоробеев. У меня три штуковины, и напоминаю, мы идем до зачарователя. Плюс 30% снижение требования к уровню для зачарования. Имба. То есть нам нужно пройти как-то вот так, да? Мне придется пустоту изучить, блин. Ну, видимо, да. Изучаем. Так, а далее шанс бесплатного зачарования. Нихрена себе! Плюс 5% шанса бесплатного зачарования. Так это же еще круче. Берем. У меня остается один скоробей и выбор. Либо я пойду дальше, ближе к книге, и будет плюс 5% шанса бесплатного зачарования. Либо плюс 10%. Так как у меня зачарования сейчас нету, я, наверное, все-таки пойду дальше. Поэтому, бам, плюс 5. И просто удивительно. Казалось бы, много прокачали, а потом мы делаем вот так вот, вот так вот, вот так вот. И тут так много всего, господи. Тем не менее, возвращаемся к скоробеям и прокачиваем золотых. Пока что у меня прокачка только одна. Улучшение добычи, добычи и добычи. Все, шестой уровень. Напомню, что мне нужен десятый. Но у меня есть еще один самый крутой лазотеповый скоробей. Кстати, до железного осталось всего 12 опыта. Прикольно. Я, получается, могу даже просто вот так вот побегать. Ну-ка. Как быстро это прокачается. Я, по-моему, уже должен получить железного скоробея, нет? Господи, да сколько там? Ну-ка. Еще 5 опыта. Ну ладно, то есть, за беготню и за прыжки дается не так много. Но, тем не менее, вот, дается. Тогда сейчас еще железного прокачаем. Вот сюда. Хе-хе-хе. Остается один, и у меня будет зачарователь. Короче, да. Лазотеповые скоробей самые крутые и, вот, допустим, аннулируют потребность игрока в еде. Но это стоит 4 скоробея, ого. Блин, а есть что подешевле, а? О, использование эндр-жемчуга не расходует его для телепортации. О, слушайте. Можно очень быстро изучать мир. Да, берем, по-любому. Надо теперь найти всего лишь один эндр-жемчуг и кидать его куда попало. Так, эээ. А, бзи, ты. Че? Все? Ты закончил? Так, а, может быть, поговорим? Нет? Я нажимаю, ничего не происходит. А, так, ладно. В любом случае, у меня есть шикарная другая новость. Внимание, внимание. Внимательно посмотрите на этот опыт. 480. Во время предыдущей серии, когда я правой кнопкой мыши собирал всякие пшенички, другие посевы, мне опыт не давали, потому что это был баг. Но этот баг исправили. В итоге мы немного добываем, проверяем, и, тадам, 450. Было 480. То есть я, наконец-то, могу прокачиваться при помощи ферм. А еще в предыдущей серии у меня был баг, то что рубка дерева не засчитывала опыт. И я, правда, надеюсь, то что это исправили. Так, все, проверяем. Еее, пошел процесс. Вот это совсем другое дело. Да, все, багов больше нет, и я реально могу нормально прокачиваться. А то в предыдущей серии у меня прям реально было мало скоробеев. Так, теперь спать. Эй, Абди, ты там, не знаю, иди сюда, ложись рядом. Ха-ха-ха. А, бедняга. Что за? What the fuck? А! Господи, корабль приплыл, ты погляди-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Абди там уже вовсю трудится. Так, ну, погодите-ка, я тут дорублю дерево, иначе просто забуду об этом. Так, Бурис наблюдает за Абди, как он работает. Подожди, стоп, а... А что происходит? Я не понял. Эй, парень, а ну-ка подойди. Не понял, а как же поздороваться? Ха, все никак не могу оставить тебя в покое, погляди-ка. Ха-ха-ха. А, ладно, Лолошка, прости. Знаешь, меня в последнее время тревожат твои слова. Все никак не могу угомониться. Хм. Помнишь или нет, но... Когда мы встретились у ворот Нара, ты сказал что-то про то, что тебя ограбили, обчистили. Так вот, скажи-ка, это случилось в самом Наре, или на тебя напал кто-то в порту? Хм, а что это тебя это так интересует, а? А, ну хотя, знаете, если он кого-то подозревает из своих коллег по порту, то, наверное, это хороший вопрос. Но вообще, я могу солгать ему, чего? Это сделала городская стража, я уверен. Ммм, я, я прям вижу, как меня, меня просят солгать, чтобы проверить эту механику, но, знаете, как будто если я сейчас солгу Бурису, ничем хорошим это не закончится. Потому что, казалось бы, ну да, такой противоречивый персонаж, какой-то прокуренный голос, на заднем плане Абди таскает ему товары в лодку, но, тем не менее, он спас нас. Поэтому, да, противоречивый, но лгать я ему пока не буду. Ко мне подошли два странных типа на площади, предложили с ними выпить, а дальше я ничего не помню. Ну да, по сути, так и было. Ох, Бурис, я, я и сам не понял, как и где это произошло. В какой-то степени это тоже подходит, но вот это более развернутый. Два странных типа на площади. А? Подожди, ты, ты сейчас сказал на площади? То есть, ты все-таки бывал в городе, да? Ну, знаешь, это, конечно, многое меняет. Так, а подожди, а у тебя, может быть, там есть какие-нибудь знакомые? Ну, например, кто, кто мог бы помочь тебе найти грабителей, например? Э, нет, таких знакомых не имеется. Это хорошо. То есть, я, я, я имел в виду, к тому, что... Короче, если бы на тебя напали специально, то ты бы... Эм... А, знаешь, это все как-то и не важно, да? В последнее время количество преступлений в Наре возросло. Фараон почти каждый день придумывает способы, как усложнить людям жизнь. Ох, хора. Те, кто раньше кое-как могли выживать, теперь не справляются. Кстати, а... Что насчет тебя? Ты... Ты как вообще? Ты, это... Богатым был? Может быть, у тебя есть куда пойти? Блин, не нравятся мне его вопросы, ребята. Я, походу, понимаю. А, посмотрите на Абди на заднем плане. Такое ощущение, что Бурис, он хочет создать рабовладельческую сеть. И он хочет быть магнатом этой сети. И, по всей видимости, спрашивая, если мне куда пойти, и может ли мне кто-то помочь, он, как бы, заранее узнает, а будет ли меня кто-то искать, если он меня куда-то запрет. И именно поэтому, когда я сказал, что у меня никого нет, он ответил, это хорошо. И тут же опешил. Ох, Бурис, Бурис. Надеюсь, я просто тебя слишком много подозреваю, и на самом деле все окей. Так, что могу ответить? Эм... Есть мне куда пойти? У меня было много всего в карманах. Была куртка, но они все забрали. Знаешь, честно говоря, я не помню. Совсем ничего не помню. Даже о том, как оказался в Наре. Да, да, Бурис. Я, вообще-то, один из самых богатых людей в мире. Удивлен, что ты раньше не спросил. Хм. Все ответы отстой, на самом деле. Ну, то есть, если я скажу, что я был самым богатым, то... Ну, мало ли он начнет меня как-то в заложниках держать, чтобы меня, типа, выкупили. Ну, знаете, я придумываю всякое. Понимаю то, что это может быть не так, но я просто пытаюсь наперед все продумать. Скорее всего, я вот это нажму. Честно говоря, я совсем ничего не помню. О, братан, да у тебя, кажется, амнезия. Ха, неужели тебе так сильно по голове приложили? Да. Кстати, вообще, знаешь, я бы мог помочь тебе пробраться в город и все такое. Ну, там, найти грабителей. Или, может быть, даже кого-то, кто тебя знает. Да вот только дорогое это удовольствие, парень. Наш дурак-фараон очень заботится о том, чтобы в его городе не было ни одного человека без документа. Ты как? Что думаешь насчет этой идеи? Пробраться в город? Да, я за. Зачем мне этот ваш Нарфанус? Нарфанус. Или как там его? Я начал новую жизнь здесь. Эээ, Бурис, мне сейчас недоступно дорогое удовольствие. У меня совсем ничего нет. Бурис, правда, я бы тебе до конца жизни был обязан. Я должен разобраться, кто я. Да, как вы понимаете, у нас по сюжету, получается, мы потеряли память. И я, как персонаж, не помню предыдущие свои жизни в какой-то степени. И просто не помню, кто я такой. Так, короче, Бурис, это дорогое удовольствие, и оно мне сейчас недоступно. Да чё ты несёшь, а, Лолошка, брось ты. Ты живёшь сейчас в богатых дичи и прочими ценностями местах. У тебя есть Абди. Я? Может быть, эм, постепенно ещё кто-нибудь появится? В порту Нара есть небольшой рынок. И я бы мог тебя туда отвезти, рассказать, как всё устроено, трэ-пэ-рэ. Но, короче, постепенно накопишь. Я бы тебе хотел, конечно, бесплатно помочь. Да у меня у самого не так много денег. Это же нужно будет ещё документы заказать. Разрешение. Историю. Чёрт. Короче, Лолошка, я простой торговец. У меня, у меня нет таких денег. Мне же надо, сам видишь, корабль содержать, команду, семью. Но ты не парься. Зато я знаю нужных людей. Хе-хе. Я же так понимаю, тебе интересно эта тема? Да? Конечно! Чёрт возьми, у меня смысл жизни появился. Узнать, кто я такой. Окей, окей. Тогда смотри. Я собираю всю информацию, сколько всё это будет стоить. И потом говорю тебе. О. Ну, вроде всё. Ладно, мне, знаешь, мне пора. Мне нужно успеть сплавать за товаром и вернуться к утреннему рынку. Так, а Абди в итоге что делал? Эм, Абди, Лолошка, пока-пока, пока. Да-да-да, пока. Абди, а ты мне ска... Какого чёрта? Что это сейчас было? Почему он таскал какие-то... Кстати, вот эта бочка не открывается. То есть, смотри. Вот эта открывается, а вот эта нет. У меня какие-то двоякие, знаете, ощущения. У меня прям смешанные чувства от вот этого всего диалога и от каждого появления Буриса. Я не понимаю. То есть, я вижу, как Абди, по сути, работает на Буриса. Ну, наверное, он просто отплачивает за своё спасение. Это вполне себе логично звучит. Чё-то опять ходит там. Абди, поговорим? Что ты делаешь? Что? Вот куда ты идёшь? Что ты будешь делать? Ну? Так. Так. Вот только не говори, что ты ничего не возьмёшь. А-а-а! А, стоп. Грибочек появился. Прикольно. О-о-о! Он высаживает семена пшеницы! То есть, всё-таки мне реально не нужно было трогать. Вау! Мне очень нравится, как всё тут живёт своей жизнью, понимаете? Я-я-я буквально могу посмотреть, а тут уже пшеница. Могу посмотреть, а там грибочек. Потом ещё что-то не увидеть, а тут бам, и уже целая пашня. В сравнении с предыдущими сезонами видно, как уровень вот этой живости вырос как будто на несколько пунктов. Я хочу похлопать, похлопать. Что будет дальше, я не знаю. Особенно знаете, что будет дальше, когда мы придём в город. Так, окей, пшеница растёт. 14 процентов. Дайте угадаю, когда она вырастет, он подойдёт и соберёт её. Мне так интересно за ним наблюдать, боже. Я-я просто не могу. Ха-ха-ха. Я бы всё, что делал, это наблюдал за Абди. Ну-ка. Так-так-так, хорошо, хорошо. Молодец. Собирает что-то и наверняка это появится в том сундуке. На самом деле я понимаю, что это немного нечестно, но давайте немножко укоротим себе путь. Обратно всё закрываем. И сундучело проверяем. Да, смотри-ка. Красные грибы появились, пшеница появилась. Абди крутой. Мне он определённо нравится как персонаж, даже несмотря на то, что он не болтает. Ему не надо говорить, что делать. Он просто берёт и делает. Да и я тоже. Просто беру и добываю. Внимание, получен железный и золотой скоробей. Короче, ребят, я вам так скажу. Территория, на которой прямо сейчас я нахожусь, наверное, одна из лучших за все сезоны. Но здесь просто отвратительная трава. Я хочу вот этот меловой дёрн поменять на землю. Самую обычную землю, которая растёт прямо неподалёку. Она просто сочнее выглядит и самое важное, её можно пахать мотыгой. Поэтому прямо сейчас делаем побольше досок, сундуки. Убираем всё ненужное. О, зыбучие пески работают не только на меня. Прикольно. Да, серьёзно. Да уж, с таким количеством выносливости это тяжеловато. Простите. О, господи, бляха. Абди. Я... Я хотел спросить у вас. Могу ли я спать в сарае? Пожалуйста. Я ничего там не потревожу. Обещаю вам. Обещаю. Конечно, я могу продолжить спать на улице. Правда. Просто по утрам собирается роса. Я не привык к такому. Моя одежда промокает. Из-за этого я сильно мёрзну. Я понимаю, что боль в теле это мелочь. Но... Но всё-таки... Если бы я мог пристроиться в каком-нибудь углу и... Ой. Я досаждаю вам своей болтовнёй. Я уйду. Простите. Эм... Абди, стой! Господи, чел! Ты настолько напуганный-перепуганный! А... Я поставлю тебе кровать в своём доме. Будем жить вместе. Ооо... А у меня ведь есть двойная кровать, кстати. Ты можешь ночевать там, где хочешь. Это твоя жизнь, а не моя. Абди, не подходи ко мне больше со своими вопросами. Если ты мне понадобишься, я дам знать. Да, да, да. Помните, в самом начале этой серии я сказал то, что я могу стать домом. Добрым самаритянином, либо жестоким рабовладельцем. Но, давайте начистоту. А быть злодеем просто потому, что ты хочешь быть злодеем, это самая тупая мотивация года, мира, столетия и вообще жизни, которую можно придумать. Поэтому объективно я не буду просто так выбирать... Ооо, я плохой, ты если понадобишься, то я дам знать. Нет. 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 Я выберу тот вариант, один из двух, кстати, который бы действительно ответил в реальной жизни. Ответил бы я, по сути, ты можешь ночевать там, где захочешь. Но просто понимаете, перед нами такой человек, который реально боится всего. Да и спать в сарае, как будто это так себе идея. Я поставлю тебе кровать в своем доме. Да. Вот конкретно в этом варианте я отвечу так. Что? Правда? Вы сейчас не шутите надо мной? Я каждый раз ведусь на эти шутки. То есть, вы... Вы сейчас серьезно? Да, я могу спать в вашем доме в кровати? Да, Абди, все правильно. Спасибо, спасибо. Бляха, Абди, ну что ты... Как хорошо, что тут нет людей, никто этого не видит. Абди. Я буду делать все. Я все буду делать, обещаю. Мне дали кровать. Да, как мало нужно для счастья. Это... Это... Бля... Просто понимаете, тут... Я не смотрю на это через какую-то сказку. Я просто прекрасно понимаю, что такое имеет место быть. И я не говорю про какой-нибудь, знаете, там, 18-й век, 17-й, 19-й. Нет, нет, я вообще не говорю не про прошлое, а даже про настоящее. Понимаете, даже в настоящем есть такие люди. Это максимально запуганные, перепуганные, загнанные в угол жизнью люди. И я опять же вот просто смотрю на это не через призму Майнкрафта, а скорее через призму реальности. Блин, это так... Так хреново. Короче, ладно, я не буду сейчас об этом думать. В любом случае, я считаю, что поступил правильно. Кровать у меня в любом случае тут уже стояла. Мне даже крафтить ничего не надо. Хотя чисто на всякий случай, чтобы сюжет там продолжился и всё такое, давайте мы её заново поставим. Вот так. Всё. Ага, и Абди у нас тем временем продолжает что-то добывать. Хорош, хорош, грядочка неплохая. Ну-ка посмотрим, чё он уже добыл. Наверняка много, да? Охренеть, что? Да он добывальщик лучше, чем я. Что это? Кислые ягоды, ещё не пробовали. А вот то, что я ещё не пробовал, надо поесть. Хорошо. Мне дали какой-то эффект. Неприятный привкус. А, ну скорее кислятина, это можно ещё вот так вот перевести. Так, вишня, вишня мы тоже кушаем. Хорошо. Яблоко уже пробовали. Можно супчик сделать, кстати говоря. Я, наверное, не очень хорошо поступаю, что ворую у Абди. Но, видимо, он и сам прекрасно понимает, что я могу что-то взять. Мисочка, красный грибочек, коричневый суп. Получаем, пробуем. И это всё ещё... О, прикольно. Тепло и уют. Комфортно, три минуты. Я не знаю, что это за эффект, но звучит прикольно. Короче, чем больше я пробую еды, тем больше у меня сердечек. О, во, сырая треска. Её ещё не пробовал. И не могу, потому что не голоден, блин. А ну-ка давай голодаем. Абди, ударь меня. А, чёрт, как-нибудь по стариночке. Оп. Нормально. Надеюсь, дадут сердечки. Давай. Ееее. Какой уникальный вкус. Вы получили два сердца. Короче, пока я расставлял здесь новую землю, погляди-ка. У меня два ауритеховых, два золотых и три серебряных скоробея. Получается, мне нужно четыре золотых до следующей добычи. Вау. Вау. Ха-ха-ха. Он лёг. Охренеть. А, так, ладно, ладно, продолжаю. Всё, хватит удивляться. Мне нужна добыча десятого уровня. То есть, мне нужно четыре золотых скоробея. Сейчас у меня два уже есть. Всё, пора работать. Не отлынивать, а работать. Быстро ты, быстро. До следующего третьего скоробея 292 опыта. Ну и, по сути, там остаётся последний. Я сделаю это прямо сейчас. О, слушайте, я ещё ни разу в жизни не спал в настоящей кровати. О, окей. Я рад, что предоставил такую возможность. А ещё что-нибудь скажешь? Э, простите, что я так эмоционален. Я вам надоедаю, да? Не-не, успокойся, Абди, успокойся. Как минимум, мы понимаем то, что у него появились новые права. Знаете, я не хотел бы, чтобы кто-то знал, через что мне пришлось пройти. Всё, человек уже в люди выбивается. Не хочет, чтобы знали о его прошлом. Э, знаете, если бы у меня был лук, я бы мог начать охотиться. Чтобы, ну, была еда. Был лук, чтобы была еда? Хм, подожди-ка. Чувак, погоди, подожди. Не уходи далеко. Есть у меня тут одна идейка. Верстак, нитки, палки. Лук получаем. И он там говорил, лук и стрелы. Так, чё, ну-ка попробуем. Что? Подожди, стоп. Из стрелы. Что? Это мне? Спасибо, спасибо большое. Ладно. Только ты застрял, чел. Помогу-ка я тебе, наверное, да? Не надо застревать. Не самое лучшее место. То есть, подожди, мне нужно его слушать. Ну-ка, чё ещё скажешь? О, я ещё ни разу в жизни не спал в настоящей кровати. А, ну ты это уже говорил. Я, я, да, я знаю. То есть, охренеть! Я по приколу по нему нажимал, а оказывается надо. Всё, ребят, запомнили. Теперь по всяким разным NPC нужно нажимать почаще. Потому что они дают, оказывается, какие-то важные, важные словечки. Тем временем, до четвёртого золотого скоробей мне остаётся всего лишь 143 опыта. Внимание! Получен золотой, ауритеховый, а также лазотеповый скоробей. У-ху-ху! Да ладно! Даже лазотепового дали! А я чё-то даже не заметил то, что я к нему приближался. Но мне важнее всего прокачать добычу до 10 уровня. Я могу это сделать! Ура! Раз, два, три, четыре! Ес! Так, и теперь я могу использовать каменные инструменты, а также прокачивать всякие разные способности. Устанавливать на землю все выброшенные поблизости саженцы. Да, мы это берём. Остаётся ещё два ауритеховых. Я, наверное, прокачаю насыщение от еды плюс 5%. Иии... Стоп, кстати, а как другое открывать? А-а-а! Мне нужно организм прокачивать. У меня нулевой уровень. Е-е-е-ма-а! Я только сейчас увидел то, что он качается тоже за золотых скоробеев. Так, серебряные скоробей. Куда мы это впиндюрим? По-любому зачарователь, наконец-то. Плюс 10% урона с зачарованным оружием. Вау! Так, а чё это? Плюс 10% сила накладываемых зачарований брони. О, вот это получше. Вот это берём, прокачиваем. Всё, плюс 40%. Осталось только понять, как здесь зачаровываться. Ну, собственно, чародейский стол и... Вот это вот всё. Обалдеть, это чё такое? Как же много тут книг, а? Теневые руки. Ищейка. Устрашение. Аура лечения. Из всего этого я понял только ауру лечения. А пока что я буду на этом постепенно заканчивать. То, как развивается сюжет, мне пока что нравится больше всего из всех сезонов. Это реально имба. То, как проработаны персонажи и то, как они взаимодействуют с окружением, это... Вдвойне имба. Я не представляю, что будет дальше. В любом случае, сюжет пока что разбивается. Пока что набирает обороты. И я очень надеюсь, что вы не забудете подписаться, чтобы не пропустить следующие серии. Пожалуйста. Для меня, для всей команды это правда очень важно. Потому что мы стараемся. Делаем дальше. Делаем больше. Короче говоря, развиваемся вместе с вами. Спасибо большое за ваши оценки. Спасибо за ваши лайки. А если вы здесь впервые, то можете ещё и позвать друзей. А с вами был Лололошка и Нормальная Земля. А не какой-то мел. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. ПО-КА!